Всем привет, это подкаст UwebDesign. Сегодня 9 ноября 2015 года, выпуск номер 57. Время полдевятого по Челябинску. Всем привет. Мы для вас несколько, как обычно, громких тем заготовили. Мосгорсуд закрывает рутрекер. Обсудим использование шрифтов с засечками в веб-дизайне. И проверим актуальность jQuery. Погнали. Давай актуальность проверим. Нам должны золотой глобус давать или какая-то радиопремия, я не знаю, серебряный микрофон. Калоша. Ну калоша это за фокапы на телевидении, но у нас это тоже. У нас тоже бывает это. За серебряный калошный микрофон, за то, как мы каждый раз подводим к нашему спонсору, любимому. Давай проверим его актуальность. Давай проверим. Ювебдизайн и хостинг-провайдер smartape.ru объявляют совместную акцию. Спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50% скидку на первые полгода. Зарегистрироваться нужно по ссылке в описании. В личном кабинете в разделе товар-услуги в подразделе безлимитный хостинг нужно нажать на кнопку заказать. В поле промокод ввести Ювебдизайн 50%6МАНЛИМ и указать какой-нибудь период оплаты. Знаешь, кто не указал какой-нибудь период оплаты? Рутрекер. Да, им, возможно, предложили, но они как-то не смогли это оправдать. Я вот сам не верил, если честно. Вот статья от 29 октября, что Рутрекер вынес на голосование вопрос об удалении сотен тысяч раздач. Я вот тогда не верил. Я видел этот опрос на Рутрекере. Ну, как бы, они каждый раз с кем-то судятся, их каждый раз блокируют на 15 минут, потом они начинают заново жить. Да, но там именно было, что пока они не уберут, их заблокируют до этого. А тут, видишь, именно так и решили, что все окончательно. Там кто-то подал суд на них опять. А там не кто-то, там прикольно. Я сейчас расскажу Малей. Ну, давай, давай, рассказывай фактуру. Так вот, получается, 29 октября, сегодня 9 ноября, то есть, не так давно, получается, вынесли-то эту всю штуку. Вынесли приговор сегодня. Не, вынесли сегодня. А вынесли на обсуждение, вот, ну, получается, 10 дней назад. То есть, совсем недавно. И проголосовало уже больше миллиона человек на самом Рутрекере о том, что... Было два варианта ответа. Значит, ваше мнение, удалять или не удалять раздачи на Рутрекере, было так поставлено в вопросе. Так, вот тут на скрине, между прочим, 30 тысяч проголосовало, то есть, вот, всего. А сейчас я захожу на Рутрекер у них, там, самая последняя... Кстати, у меня-то реклама Казино Вулкана тут есть, смотри. Ты причем пока еще можешь заходить на Рутрекер. Я привет, я Катя, да. Так, окей, ну вот, и... Ну, проценты те же самые. Нет, здесь всего миллион проголосовало, ты сказала два. Не-не, миллион с небольшим. Вот. Я тоже, кстати, голосовал, ты голосовал? Ты, я не помню, я вот сейчас не могу проверить, я, мне кажется, нажимал это. Но я точно голосовал, просто помню. Ну вот, значит, есть 33% тех, кто готовы смириться с удалением раздачи, главное, чтобы не заблокировали. А есть... Сволочь. Да, а есть 67%, которые хотят ничего не удалять, пусть блокируют, будем искать способы обхода. Я, кстати, за этот вариант и голосовал, я голосовал за то, чтобы не удалять. Причем здесь, ну, даже подкорректировали вариант ответа. Но соотношение сторон, так скажем, даже когда всего 30 тысяч проголосовало, вот, и заметь, вообще один в один. Ну, то есть, реально... Как будто прям под фотошопили. Люди, не, люди так думают просто, видимо. Видимо, это консенсус, да. Да, на любом этом, на любой выборке. На любом уровне. Знаешь, что я хочу сказать? Значит, кто подали в суд, я просто поржать тебе прочитаю. Иск был направлен ООО издательства Эксмо, а корпорации ДМИ... Да, короче, неважно, какой, кому, значит, подали из-за раздачи книг Гая Юлия Орловского, Василия Головачева, Алекса Орлова, Алексея Кулигина и, внимание, Дарьи Донцовой. Ну, на нее на единственную есть ссылка хотя бы. Потому что она единственная известная, мне кажется, из этих людей. Да, возможно, издательство Эксмо дополнительно пропиарило еще всех оставшихся. А Донцова тут вообще, как в том анекдоте, поссать вышла. Если можно такое говорить, нас дети слушают. Ну да, то есть получается, что Роутерекер заблокировали из-за книг. Причем из-за каких книг? Из-за высококачественных, самых... Из-за лучшей литературы. Культурная самая вообще, что сейчас выпускается в стране. Ну, все мы понимаем, то есть реально суд принял решение, что все блокируем. Потому что, во-первых, Роутерекер не выполнял условия, как бы, которые... То есть они говорили, что они выполняли условия, которые Роскомнадзорам дает. Но оказывается, что потихоньку не выполняли, не выполняли, не выполняли. И вот суд принял решение о бесконечной, то есть перманентной блокировке. Причем неважно, если они отмоются через 10 лет, и будет на Роутерекере вообще что-то другое. Флэш-плеер, я не знаю. Ну да хоть что. Хоть просто уже парикмахерская Роутерекер. Да, поэтому этот домен будет заблокирован, я так понимаю, навечно в России. Ты слышишь, вечный. Тут причем написано, что они 1 мая какие-то поправки начали вводить аккаунты для правообладателей, чтобы они сами могли блокировать. То есть потихоньку блокировали, но мы все помним, что фильм это просто так не скачать было с Роутерекера и игры. Да, да, там были моменты, когда уже не все так хорошо. То есть еще когда мы в УЗИ учились на Роутерекере, реально все было. Хотя, может быть, даже уже и в УЗИ были проблемы. Но игры, я помню, потихоньку можно было качать вроде, а потом уже и игры нельзя было качать. Да, да, я, честно сказать, не помню, с чего началось. Мне даже кажется, что и с игр. Но я не буду это утверждать, пишите в комментариях, если вы помните хронологию. Я помню, что до Роутерекера он назывался Torrents.ru, и вот это тоже Torrents.ru бессрочно заблокировали, и они переименовались просто в Роутерекер. Torrents.ru. Давай подумаем с тобой просто, чем это грозит, если все перейдут полностью на обход, так скажем, блокировки. Давай подумаем. То есть вот сейчас заблокировали через месяц. Ты имеешь в виду, как будет корпорация DreamTorrent себя вести? Да, как вот эти DreamTeam, как они будут вообще жить? Потому что, ну, я думаю, отвалится как раз 67% отвалится, а не 33%. Почти. Ну да, я согласен, что много людей отвалится. Очень много людей не голосовали, я думаю. Которые просто пользуются Роутерекером, чтобы скачать Romantic Love Collection Volume 3. Музыку 128 кбит в секунду. Ну, с другой стороны, они же как-то зарегистрировались, то есть ты на Роутерекере же не можешь качать, когда ты не зареган? Нет, нет. То есть ты имеешь в виду, не совсем идиоты. То есть не совсем тупые, но и обходить, я думаю, они не смогут. Или просто не поймут, что надо обходить. И как бы... Ну, вот я думаю, что даже если они не поймут, обходить, друзья умные подскажут. То есть ты имеешь в виду... Как раньше Windows все устанавливали же как-то пиратски. Кто-то через знакомых, кому-то они кейщики, которые на подъезде идешь, визитки висят. Компьютерная скорая помощь. Вот к ним будут обращаться, чтобы Роутерекеры настроить. Ну, это что-то в древних... в свитерах древние времена. Это древнейшая профессия будет. Наравне с проститутками, а не кейщики, которые Роутерекеры настраивают и прочее. Ну, то есть новый тренд, новая тема на заводе в топах будет. Это как обойти, короче. А, кстати, о заводе. Это... Я вот недавно ощутил, насколько я айтишник, но не это. Но и на заводе. С батиного завода люди говорят, как в интернете можно жаловаться, там, на ЖКХ и так далее. То есть я даже уже не знаю, что в интернете можно такое делать, а они знают. Поэтому, возможно, мы уже в такое время живем, что они-то уже обошли заочно Роутерекеры. Они-то знают как. А и 2P какие-нибудь сети через Тора, они уже давно там все подкачивают. Ну, да. Поэтому, ну, на самом деле, кроме шуток, вот так вот, я думаю, у них рекламные обороты-то упадут вообще сильно. Но от этого, понимаешь, пропорционально упадут и расходы на оборудование. Потому что не так много будут напрягаться процессоры, серверов, на которых это все лежит. Мало заходов, мало нагрузки. Меньше обслуживания. Не такие сильные кондиционеры надо бы в подвалы покупать к серверам. Ну, короче, директор расслабился, уехал на Гавайи навсегда. Директор DreamTorrent, ты имеешь в виду? Потому что директор издательства Exmo тоже, я думаю, расслабился. Все по плану. Данцову пропиарили и Гая Юлия Орловского тоже. Причем DreamTorrent, чувак, он тоже, он с книгами Дарь и Данцову уедет и будет читать их. Скорее всего. Он троллингом таким будет заниматься. И куда-нибудь в Инстаграм. Или даже нет, он сейчас же модно в Телеграме каналы создавать. Паша Дуров сделал свой Телеграм-чанел, на который могут подписаться субскрайберы. И вот он там будет. Он Телеграм-чанел сделает, там, я не знаю, какой-нибудь пайрат-торрент. Бой. Добавит то, чтобы как бы, ну... Кид. Или 666, да. Бой, это же обидно, это как мальчик на побегушке. Бой, это для черных, да. Ниггером, да, говоря, да, кид, именно, да. Ну, ладно. Подожди, мы разогрелись, надо сейчас к дизайнерским новостям. Ну, я это же и говорю, ты как-то, я хотел сказать, ладно, надо как-то это, и ты меня тоже подожди. Первое, да. Наша дизайнерская тема. Мы блоками решили так, блокового направления, темы все вести. Вот первый блок был про рутрекер, это прям такая красной строкой у нас проходит. Практически про деньги. Да, кстати, практически и про бабки, согласен. Только про их отсутствие. Точнее. Так вот, новые дебаты веб-дизайнерские. Нужны ли нам санс сериев шрифты? Объясню для тех, кто не в курсе, санс сериев шрифты это шрифты без засечек. То есть шрифты типа Гильветики, Ариала, Проксима, Новы, ПТ-Санс, Оупен Санс и других популярных шрифтов типа ЛАТО. Не будем все перечислять здесь. Всегда раньше нас так учили, а нас этому учили прям. Шрифты с засечками не для книг, для печатной продукции, а шрифты без засечек для экранов интерфейсов. Ну, в смысле просто для любых экранов, компьютеров, часов, я не знаю, телефонов, машин. И ты меня спросишь, почему именно так? А точнее, нет, я спрошу сам тебя, и ты мне ответишь, а ты, Сань, лучше мне скажи, почему у тебя реклама колец? Нет, нет, подожди, окей, здесь, в принципе, все понятно с книгами, потому что печатная продукция лучше читается, засечки, зрение зацепляется и т.д. Ну, а почему же, если лучше читается, не использовать на экранах? Вот, вот хороший вопрос. Почему? Я, мне кажется, ты мне уже говорил про это. Потому что разрешения раньше были поганые, и там даже сам все сливалось, нахрен. Шрифты, когда ты к ним приглядываешься, там они такие пиксельные, что уже вроде и засечки пробиваются, аж от того, какие там буковки пиксельные. Так. Но теперь, теперь, сейчас у нас везде ретина. Даже iMac'и, в том подкасте, который у нас с тобой пропал две недели назад, мы с тобой обсуждали, что Apple подменила весь модельный ряд iMac'ов, что они теперь все ретиновские, 4К и 5К. Это, который мы на Карамбу выложили. Да, да, тот самый подкаст, который мы только на Карамбу выложили, с демо-модом. Так вот, и сейчас все шрифты четкие, фу, шрифты, экраны четкие, даже на телефонах у нас уже суперплотность пикселей, которую мы не видим глазами, и можно наконец-то возвращаться к серифным шрифтам. Ну да. И? Вот дебаты вновь открыты, и здесь мы начинаем думать уже башкой, то есть не просто следовать каким-то там принципам, поликалу какому-нибудь делать это все, начинаем думать головой. То есть всегда есть такой у нас вариант, что если мы делаем какой-нибудь банковский продукт, который под Е6 заточен, и под толстые мониторы, которые в налоговых, вспомни, у нас в УЗИ, в библиотеке что происходит. Я помню. У нас там система Эликат, я даже не знаю, стоит ли ее упоминать или не стоит, которая все еще в ДОСовской оболочке крутится. Да, да, да. И там разрешение, там экраны работают, если ты помнишь, у экранов есть два режима, графический и текстовый. И текстовый режим, это когда из вот таких вот прямоугольничков состоит 80 на 30, по-моему. Да, да, я понял. То есть мы даже здесь, когда терминал запускаем, у нас вот 80 на 24, то есть это, и вот из таких вот прямоугольничков сделано все. Вот там такой low-resolution дисплей, вот если мы делаем для банковского сектора, лучше Arial, конечно, под Е6. Для новых читателей, например, детей. Детям засечки все еще неудобно читать, понимаешь? Ну, тяжело, да. Ну, то есть они только алфавит узнали, и когда там у буквы Г вот такое вот хитрое, как раньше у Гугла было там вот это, они вот думают, это Г. А ты вот помнишь на кубиках, которыми мы в детстве играли, там засечки были на буквах или нет? По-моему, были. И с учетом того, что кубики были деревянные, возможно, там были и засечки, возможно, нас сразу, с нас три шуры драли, чтобы мы знали сразу. Я действительно не берусь утверждать, но на новых стопудово без засечек. Уже тупых, уже Калифорнии написали. Да, да, отпечатано в Калифорнии. Я недавно тут из-за ремонта разбирал книжки старые, и у меня один из атласов, там типа подготовлено там в каком-то Гамбурге, отпечатано там в Минске, там в LTD Publishers, там Incorporated всякие и так далее. Русские книжки. Да, да, мы познаем мир, вот это все, я помню. Ну вот типа таких всех этих энциклопедий, они в 90-е все переводные были на самом деле, и все вот нам из-за бугра знания-то вкладывали в Паханцы. Так вот, там все сансерифное уже. Если у вас много цвета или слабый контраст, то есть, опять же, нужно, чтобы были простые какие-то формы, и если текст очень маленький. Но мы точно так же и должны понимать, что сейчас везде, везде, везде HD-экраны. И, например, если говорить об электронных читалках, то там по дефолту-то все-таки с засечками шрифты, потому что электронные чернила, они достаточно четкие. Ну да, как в книгах. Они могут себе позволить такие дела, поэтому даже в iBooks, если я не ошибаюсь, Georgia по дефолту. А Georgia это чуть ли не самый читабельный сериф шрифт, или вообще там по каким-то наградам, я уж не знаю, награждали их или нет. Весь штат, я имею в виду, Georgia. Всю Грузию. Да, так вот, readability. Нужно всегда просто смотреть по поводу того, на каком фоне у вас какой цвет находится и так далее. И для этого есть даже тулзы, забегая вперед. Вот я использую первый попавшийся, the readability test tool. И давай посмотрим такой вот ресурс, как youdesign.ru. Я уже проверял, забегая вперед, там у нас... Ооо, we can't get to that page. У нас лежит, что ли, сайт? У нас как root tracker просто. Скорее всего. Там некоторое количество контента пришлось удалить. Ну нет, я проверял, на самом деле. Вот, у нас около трех рейтинг. Детишки от двух до трех лет смогут понять. А у нас только такая аудитория целевая. Само собой, да. То есть тут какие-то индексы, какие-то Колиман Лау индекс. Я не знаю, как именно это все понимать. Мне кажется, если бы ты это знал, то все уже. Скорее всего, я бы это даже не тестировал, потому что я бы уже, мне бы саму два-три года было. Да, как там по Колиман Лау-то у меня? Да, знаешь, как вот раньше всякие студии, типа там Amazon, кичились, что у них там супер девайс-лаборатория, у них там целый стенд с разными телефонами, все виды BlackBerry. И так далее, что они все тестят, у них везде адаптивность круто работает. А вот у нас, если бы мы с тобой в этом разберемся, у нас была бы лаборатория, дети всех возрастов также на стендах прикреплены, мы им даем, проносим сайты, и они все говорят, кто что понимает, кто не понимает. Так, отлично. Так вот, ну то есть зелененькая, то есть в принципе нас... А где хреново, есть у тебя какие-нибудь примеры для хрени, где плохо все? А мы сейчас RooTracker с тобой попробуем, потому что я сейчас еще попробую такой ресурс, как в описании.ru. Не, ну там-то точно... Там запредельно вообще, там от нуля лет понимают дети, от нуля до одного года даже понимают. То есть там у меня вообще слеза божья. Хотя у тебя, кстати, у тебя засечки. Это самое важное, что... Тут еще процент сложных слов, у меня всего 2%, а на юбдизайне 5%. Ну ты простыми словами там... Ну у меня на этих, вот где именно заводочки, я же главное сейчас проверяю, на заводочках-то у меня простенько написано. А дальше там внутрь это копнуть. А дальше там жесть уже вообще, то есть там лучше не смотреть. Давай попробуем RooTracker. Я даже не помню, какие у них шрихты. Ну давай. Долго-долго ворочается. Мешабл. 2 у них только с 7 до 8 понимают. То есть когда вот эти... Узнай дату своей смерти, смог индекс какой-то проседает. Не знаю. Вот представляешь, эти пигментированные пятна, когда удалить. Вот эту всю рекламу детки не поймут, скорее всего. Ну прикольно, пусть люди потестируют это все. Давай попробуем вражеский сайт meduza.io. Ой, там вообще все понимают от нуля, я думаю. От 10 до 11, смотри. Про Путин, Путин, Путин. Там причем смог индекс, знаешь, но Калиман Ли Ау очень плохой. О, я-то думаю, они-то знают такие вещи. Да, но вот видишь, нет, они все-таки на более взросленькую аудиторию ориентируются. А давай наших. Наших? Russian.rt.com. Я сейчас даже проверю, тот это или не тот вариант. На Медузу сейчас. На Медузу придиректно. А у меня уже в файлике хост. У меня такой вирус, называется ватник вин32. Он мне в хосте РТ перепрокидывает на Медузу. Причем так, чтобы я даже и не замечал. Ну то есть, собственно, мы-то тупые ватники, поэтому мы и не заметим даже подмены. Давай жми. Так, ну-ка. От 8 до 9. Лучше, чем Медуза. То есть, тоже Калиман Ли Ау. Да, то есть, хрен его знает, что это означает. Пишите, какой у вас Калиман Ли Ау. Да, или какой смог хотя бы, пишите в комментариях. Мы будем обсуждать это дальше. Ну то есть, вот, в первую очередь, надо, во-первых, этой тулзой проверять. Во-вторых, просто смотреть, как оно все читается. По контрасту, по там, размеру и так далее. Выбирать шрифты аккуратно. Здесь есть несколько подсказочек, как выбирать шрифты. Выбирайте отдельные letter-формы. Знаешь, что это такое? Это вот когда, знаешь, классический тест, когда Proximo новую тестируют, и у них буква L, буква I заглавная и единица выглядят просто как три палочки. Они не различаются. Это типа говно шрифт. Ну да. Но только вот его вот чуть весь мир используют, даже Instagram, например. Но шрифт говно. Так. То есть, лучше использовать те шрифты, где реально у каждой буквы свой отдельный вид. Ну тогда у тебя, возможно, просто возраст аудитории будет ниже. То есть, грубо говоря, когда у тебя могут чуваки отличить легко, они могут быть и тупые, и маленькие. У тебя, возможно, Callum Liao сразу хороший индекс становится. Так вот. Оптимизированы для средних весов. То есть, знаешь, бывают шрифты, которые только жирные, или которые только тоненькие, скриптовые. Лучше всегда выбирать шрифты, которые под средние веса оптимизированы, потому что в большинстве своем для контента вы будете именно regular вес и использовать. Ну да, все жирно написать это не очень приятно. Да. Используйте качественные шрифты. Казалось бы, очевидный вариант, но тем не менее, о чем здесь речь? О том, что сейчас очень много всяких браузерных технологий используется для рендеринга, типа анти-алиасинг и так далее, которые не работают со старыми веб-шрифтами. Поэтому подключайте то, которое есть на Typekit. Лучше выберите какой-нибудь аналог шрифта, ну или на Google Fonts. И подключите вот другой шрифт, но чтобы у него сурсы более новые были, поддерживали все OpenType технологии, там какие надо, типа мелких заглавных букв и так далее. Ну, я думаю, пусть слушатели дорогие напишут в комментариях, как они выбирают шрифт, вот перед тем, как... Если они делают с нуля, конечно, сайт. Мне почему-то кажется, что все просто используют PtSans или там OpenSans, а когда уже клиенты ерепенятся, так скажем... Они начинают ComicSans. Ну, это не то, что я вам... Да, они начинают ComicSans, конечно, использовать и Times New Roman. Я просто не то, чтобы, наталкивая вас на ответ, нам, конечно, интересно услышать ваше мнение, я просто говорю, скорее всего, мейнстримовое. Set the right mood. Правильное настроение устанавливайте своим шрифтом. То есть, если у вас какой-нибудь шрифт, в котором... Знаешь, бывают шрифты, где буковки именно в виде кубиков. То есть, все буковки в квадратной рамочке такие, как будто умер кто-то. Вот подумайте, прежде чем такое использовать. Ну и вообще, если вы используете целое семейство, ну, говоря, допустим, у Proxima Nova, у них там очень много вариантов. Proxima Nova, Proxima Nova Condensed, Extra Condensed для заголовков. И использовать вот эти все разные варианты шрифтов и весов в одной композиции, оно будет просто очень органично смотреться. Обратите внимание вот на такие комплексные решения. И да, и пишите в комментариях, как выбираете шрифт. Следующая дизайнерская тема — это списки против гридов. Прям у нас война. Прям батл. Батл. Знаешь, как политик батл? Есть Mortal Kombat, где там Путин с Порошенко бьется и так далее. У нас это прям как-то политически... С тонкой нитью проходит сквозь весь подкаст. Я даже не знаю, когда мы в WordPress будем, как там вот мы это вплетем, но постараемся. Именно на мобиль. То есть, когда мы адаптивно делаем какой-то листинг там постов, условно говоря, или чего-то еще, что нам использовать? Простые списки или гриды, то есть с картинками? Есть несколько соображений. Например, списки делают так, что нам не нужно очень много скроллить. То есть, если вдруг у нас читают... Ну, в смысле, именно тот сайт, который мы дизайним, будут читать нервные читатели, которым не хочется много скроллить, они хотят сразу всех посмотреть, будем говорить. Они... Лучше для них использовать список. То есть, сам понимаешь, здесь влазит, например, вот 10 вариантов, а тут 6. Но список имеется в виду только текст, да? Старокатый. Да, лист. Именно там упорядоченный, неупорядоченный, неважно. В столбик написаны какие-то заголовочки или чего-то. Даже если это аккордеон, то есть, ты там на него нажмешь, там выпадет куча информации. Ну, неважно. Изначально ты видишь список каких-то вещей. Точно так же список предотвращает поспешные решения. То есть, вдруг ты в грядах увидел, там, хоп, сразу пигментное пятно или тёлка какая-нибудь, и все сразу на это кликнули. А вот если ты хочешь, чтобы у тебя вдумчиво посмотрели, чтобы реально решили, знаешь, какой-нибудь психологический тест ты проводишь, лучше вот картинок избежать. То есть, надо именно голый текст, чтобы люди концентрацию не теряли и вот смотрели, чё как. Но, но, есть и одно в пользу гряда. Если хочется посмотреть варианты, то есть, вот, обрати внимание, здесь горочки и кругляшочки все одинаковые, а тут разные. Тут горочка такая, то кругляшок тут и так далее. Короче говоря, если у вас интернет-магазин, и вы фраб-футболки продаете, лучше всё-таки картинки оставить. Ну, это естественно. Потому что они различаются по цвету, по форме, и это значительно важнее, чем название модель, там, знаешь, Том Тейлор, Ди Ним, Эстеблиш, 1681. Вот эти заголовки никому не играют никакой роли, смотрят только по виду. Да, здесь важно, чтобы именно зацепился взгляд. Здесь как раз нужно, чтобы чувак зашёл, нажал, потом пришёл на похожие товары, купил всё у вас, и вообще классно. Да, то есть вы, несмотря на то, что для кого-то это может быть очевидной вещью, вы задумаетесь в следующий раз, когда адаптивностью занимаетесь, как вам. Знаете, очень часто есть такие решения, когда нужно адаптивно таблицы как-нибудь сделать на телефон. И очень часто используют как раз списки такие. А может быть, грит используются где-нибудь. И хоп, у вас таблица, а на мобиле у вас сразу картиночки. Блин, ну ты... То есть данные о том, как там нефть растёт, падает, золото, алмазы, а на телефоне у тебя значок нефти, и там только процентик на 3% вверх. То есть, скорее всего, с телефона не суперкоммерсанты к вам заходят, а какие-нибудь дети от нуля до двух лет. И им картинки нефти как-то поинтереснее будет смотреть, чем скучный там бренд, фьючерсы на август торгуются там по тому-то, тому-то, потому что саудовские шейхи там что-нибудь сказали. Так что вот такие вот. Ну отлично, отлично. Я прям сам тоже удовольствие получаю. Мне нравится по Блоково разговаривать. И третья тема по дизайну, которая нас сегодня ждёт, это эволюция такого элемента, как кнопка в user experience дизайне. Вот, Никита, когда тебе говорят слово кнопка, что ты себе представляешь? Красную кнопку у Путина в чемодане? Да, конечно, конечно. Мы же, собственно, продолжаем эту тему. Да, да, мы продолжаем вплетать. Ну и тем не менее. Ну, не, на самом деле, просто если кнопка мне говорит, во-первых, если я слышу по-английски слово баттон, мне всё ещё с молоком матери впиталось баттон из Дельфи. Баттон один и клик баттон один. А, я думал, the hardest button to button и white stripes песня тебе впиталась с молоком матери. Вот, если по-английски. А по-русски, ну реально красная кнопка, большая красная кнопка. Не то, что у Путина, а просто. Ну вот, я ничего не могу с собой поделать. Я, когда мне говорят кнопка, у меня всё ещё... Ну, оно, собственно, к твоему первому ответу про Дельфи, оно подходит. Мне вот такая вот кнопка вспоминается, вот такая вот. Ну да, да. Серенькая, также под фон этого модального окна. Ну, наверное, это даже не модальное окно, а просто window окно. Форма. Да, window form приложение. Так вот, давайте посмотрим небольшую историю кнопок как user experience элемента в компьютерах, в графических юзер интерфейсах. В начале 90-х появились только Web 1.0 сайты и интерфейсные системы, такие как Windows 3.11, Windows 95. Я обе использовал. Когда дискеты большие были. Так тогда вообще всё большое было. И деревья, и небо, и вообще всё. Так вот, вот такие кнопки были, то есть картиночки. У меня, знаешь, такие кнопки всё ещё можно встретить в каких-нибудь каталогах, когда тебе нужно свой сайт, там, тематический, я не знаю, по сварке трением или там по запчастям, там, по металлопрокату разместить в какой-нибудь каталог. И там, прежде чем разместишь каталог, нужно развестить их информер. А это нынче информер называется, а не кнопка. И он вот примерно так же выглядит. Ты там, знаешь, там, вся сварка.ру лучший каталог. Там вообще гифка, она мелькает у тебя в футере. И надо обязательно сделать, чтобы тебя туда добавили. Но у них там хороший тиц, и они тебе отдают неплохой ссылочный вес. То есть такие ссылки, они нужны, они нормальные, они навсегда останутся. То есть за них Яндекс не пессимизирует. Кстати, про это тоже у нас сегодня тема будет. Так вот, после этого появились вот такие вот кнопки в операционных системах. То есть их отличие основное было в том, что они были очень под цвет окна. Они никак не выделялись. И на самом деле, знаешь, мне это опять же сразу вспоминаются такие черно-белые фотографии, когда большие советские компьютеры занимали целую комнату, и там сидит оператор, и у него просто из пульт, из белых кнопок на них даже надписи нет. Там просто 20 на 20 вот такой квадрат с кнопками, и он как-то, ну или она, там женщины часто сидели, должен знать, что там жать, куда там. Да, он что-то там понимает в этом еще. Вот. Вот тут примерно то же самое. Тут ни хрена... Кстати, я вот сейчас на это смотрю, мне очень нравится тот User Experience, который здесь горячие клавиши, вот W подчеркнуто, и это сразу Windows Store. Да, да, да. Если ты N на клавиатуре жмешь, ты сразу вот с ней горячие клавиши видны прямо тут. И знаешь, где еще такое было? Во втором Варкрафте. Да, 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 да. Когда там сохранить игру, там на S тоже она беленьким выделена, и ты ее жмешь там... Ну, хоткей, как обычно, да. То есть, ну, просто их подсвечивание именно такое, оно как-то вдохновляет, мне прям понравилось. Я сейчас вспомню, у меня ностальгические настроения. После этого вот такие кнопки появились, которые Стив Джобс любил, что их лизнуть можно, и Скотт Форстал, за что его и уволили. Градиент... Он лизал постоянно к нам. Джонни Айв, скорее всего, проголосовал, а тогда еще Стив Джобс был. Если бы был Тим Кук уже, он бы сказал, да ладно ты, Джонни, не привыкай, и его хоп и лизнул только в тот момент. Но нет, тогда еще все было по-другому. Вот, то есть, теньки, градиенты и всякое хреновое, но для того, чтобы она была более 3D-шной и выделялась как элемент интерфейса. То есть, уже более понятно стало на то, что нужно жать на кнопку. А нынче у нас материальный дизайн, вот такие вот кнопки с анимациями, это гифка должна быть, еще она не проигрывается. Это точно гифка? Это стопудово, баттон 4 гиф, вон там внизу написано. Отлично. Я сейчас попробую перезагрузить страницу. У меня просто эта гифка была, и не то, чтобы мне она так сильно прям понравилась, возможно, не подгрузилась. Ну, короче, там, знаешь, из одной кнопки так хоп-4 выпадает, с таким как в World of Google, а не так друг из друга еще. То есть, сейчас все кнопки плоские, они опять, на самом деле, очень сливаются с остальным интерфейсом, несмотря на то, что они иногда другого цвета сделаны. И вот, материал дизайн нам представил такую как FAB, Floating Action Button, которая все время зафлотина или по центру, в данном случае, она обычно вот так справа снизу, и она означает, типа, новое действие, там, новое письмо, новое, там, новый комментарий в приложении Google+. самое главное действие, которое делает приложение, когда ты заходишь, тебе сразу, большинство пользователей с этой кнопки начинают свою работу. Знаешь, как бы я не любил Google и материальный дизайн, у меня уже в башке тоже это отложилось. Когда вот этот круг квидж, я сразу понимаю, что если я вот хочу не настройки там поковырять или что-то еще, а просто вот начать работу, как разработчики задумывали, я жму на эту кнопку. Так вот, и другой тренд, уже уходящий, Ghost Button, когда просто вот такая, тоже сливается, между прочим, с интерфейсом. То есть, если вспоминать вот это, то, видимо, к этому все и идет обратно. Ну да. Что, кстати, не может не радовать. Вот эта вот колоночка, она просто прекрасна. Так вот, Ghost Button, которые там закрашиваются при наведении и так далее. И сейчас, я не знаю почему, это статья с блога Dreamweaver 19 октября 2015 года. То есть, она современная. Ну, у нас блога Dreamweaver. Согласен, это накладывает некие отпечатки, но тем не менее, новый тренд, это овальные кнопки. Он что, новый? Ну, ботани предпочитают думать, что он новый, но скажу в свое оправдание, что вот был такой проект для компаса Sassy Buttons, называется. То есть, кнопочки для Sassy вот такие. И вот, по-моему, это примерно то же самое. И было это, наверное, в 2012 году. И было это хрен в каком году, да. То есть, если мы сейчас зайдем здесь на GitHub, а тогда еще даже не было вот этой ссылки там, зайти на GitHub, ну, ты понимаешь, да, которая в Баку обычно была, их реально нет. Ну, знаешь что, я, скорее всего, Dreamweaver внедрили себе в Dreamweaver, собственно, такие кнопки и решили об этом написать статью. Да, возможно, и они сейчас, да, если сейчас вчитаться, там поди будет написано. Эта ки, кстати, вы можете видеть у нас. Но нет, они напишут bmo.com exposure.co Вот я, exposure.co как-то очень хипстерски звучит, я хочу посмотреть, что там. Там везде сейчас будут такие ки-кафы. Там фотоаппараты, возможно, будут, потому что exposure. Да, слушай. Здесь оно как-то круто выглядит. Но оно круто, но, блин, ничего такого в этом. То есть, просто конверсионное. Мне это напоминает вообще стиль 70-х, 80-х, знаешь, какой? Вот этот вот, там типа, где, знаешь, такая веселая тетенька, кофе, делайте тупые вещи, там, в два раза, в три. Ты недавно в паблик, по-моему, это посетил. То есть, вот мне она сейчас именно это напоминает. Скругленный шрифт, скругленная кнопочка, блин, что-то в этом есть. Мне очень сильно понравилось. Dreamweaver шарит, по ходу дела. Да, Так вот, и после этого они пишут best practices. То есть, мы разобрали, какие бывают тренды в кнопкостроении. Есть такая отрасль у нас, индустрия. Button building. Button building, да, как team building. Должны по офисам скоро люди ходить и предлагать курсы по button building. Отлично. Для дизайнеров. Так вот, сделайте так, чтобы выглядело, как кнопка, не поверишь. То есть, вот есть ссылка, а есть кнопка. И вот not a member yet хрен нажмут. Поэтому, хотя должно быть, на самом деле, ну нет, не должно быть. Sign in это войти, а not a member yet если не зарегистрировано. И это увидит только тот, кто реально не зарегистрированный. Согласен, да. Pay attention to sizing. Обратите внимание на размеры. То есть, кнопка, если вы на телефоне, должна под размер пальца подходить. Если вы на компьютере, то, ну, можно меньше, но лучше, как бы, все равно, достаточно большую, чтобы мышкой можно было попасть. Сейчас же много кто с ноутбуков сидит, с трекпадов, не с таких замечательных, как у одной американской компании, а обычных трекпадов. И там может быть четкость такая, что вот в эту buy now хрен попадешь и не купит никто Dreamweaver. Кстати, да. Кстати, я только сейчас заметил, что у них здесь есть конверсионная кнопка, чтобы купили Dreamweaver. И заметь, она как раз и есть тоже. Ну, она почти круглая, то есть, но, да. Order of buttons, порядок. То есть, даже если кнопки две, сделайте так, чтобы было иерархически понятно, кто здесь главный, какая кнопка здесь хозяин, так скажем. Ну, и здесь, как обычно, вот в модальном view кнопки такие, такие-то, у alert вот такие-то, здесь cancel, здесь вот такие. То есть, в зависимости от того, какой purpose у кнопки, их можно комбинировать вместе несколько штук, и они будут просто очень сильно различаться по своему функционалу, и визуально вы будете понимать, что те, которые цветные, они важные, те, которые серые, невкусные, хотел сказать, они беспонтовые. Переходим к следующей теме, которая взорвала интернет, и я прям вот не побоюсь этого слова, нас Никита сейчас посвятит в новости. Да, а это как бы от дизайнерских новостей получается к новостям, не знаю, социальным, что ли, можно так сказать. Социальный? Про инвалидов сейчас будем рассказывать, негров? Да. Нет, на самом деле, я хотел бы даже как-то сказать, что у твита здесь тоже кнопка теперь вот такая же, просто, ну, кстати, цельная. она не вот эта скругленная, сейчас надо, а, нормально сидим. Не, суть в чем, короче, надо перезагрузить, потому что вот этот твит у тебя показывается, у меня это не показывается. А что это? У меня только скрипт отключен просто, ты же сам знаешь, я люблю это делать, иногда взять, отключить просто. Короче, наверняка все видели, кто сидит в твиттере, вообще, в принципе, кто хоть раз, ну, не кто хоть раз, а кто зарегистрирован и заходит хотя бы раз через день, через два, видели, что звездочку сменили на сердечко, вот прям так скажу, favorites на лайк сменили. Он так долго перезагружает мне страницу, что мне как-то неловко. Я когда-то сказал хотя бы раз в сутки, мне хотелось сказать, сутки через двое хотя бы заходят в твиттер. Да-да, сутки через двое, хотя бы после смены заходят в твиттер. Сама новость на блоге, ну, очень коротенько звучит, что мы сделали и все еще лучше, еще проще, еще доступнее, чтобы вас не конфьюзить. Мы сделали кнопочку favorite, сделали теперь ее лайком. Ну, то есть, как в других соцсетях, в этом конфуз состоит, что понятно теперь, что делать. И на самом деле, помнишь, я вот помню, когда были еще звездочки, они сначала ввели крутую анимацию, эту вкусную, что эта звездочка блестит. Это была простая спрайтовая анимация, я в паблик выкладывал новость, как ее типа создать. И вот теперь я сейчас нажму play, когда ты скомандуешь, чтобы посмотреть новую анимацию с сердечками. Давай жми, собственно, все, кто нас смотрит. Блин. Не, ну, давай-ка продемонстрируем, как оно будет. Тут просто нажиматься, а то что-то тут, мне кажется, слишком круто. Мне кажется, так будет. Ты за лайков. Сейчас, сейчас, я просто хочу объявить для наших слушателей в iTunes, что обязательно попробуйте, это ни с чем не передаваемый экспириенс, вот это видеть вживую, как вот это вот. Здесь, видите, просто серые сердечки, когда вы наводите на сноцикрасное, а когда жмете, черт, когда жмете, мне надо нажать. Ну, ты нажми, нажми. Да не будет, ну, тут точно не будет анимации, ты же понимаешь. Тогда давай посмотрим из ленты. Мы, да, из ленты, хорошо. Успокоить любимых. Давай не еду ленту, все-таки главную. Ну да, давай из главной что-нибудь тут нам. Сейв 10, так нет, это реклама. Вот крош бомби, давай. Вот меня устраивает. Опа, видел, точно такая же. Ну, я согласен, она просто очень, она побыстрее. Завтра фуллаут выходит, смотрите на УВД Геймс, ссылка в описании. Давай, подожди, значит, у нас есть вот эта статья, то есть, коротенькая, небольшая, про то, что они сделали это везде, на всех своих сервисах, также на Перископе, также на Вайне. На Вайне, да, то есть Перископ, кто не знает, это прямые трансляции, видеотрансляции твиттерные, ну, то есть, от Твиттера. Да, это Твиттер сделали сервис, отдельное приложение, я не знаю, короткие, длинные их можно делать, но в основном, по-моему, все короткие делают. Я даже видел, что кто-то из крутых чуваков это делает. Ну, да, да, то есть практически из каких-то, ну, не Леди Гага, но вот... Диджеи делают, я видел точно, да. Перископ. Да, Вайн, Вайн это снимать видео, вот это как раз короткие видео, насколько я помню. Ну, там лимит сколько-то 6 секунд, но поскольку там можно бесконечное количество маленьких таких кусочков нарезать, на самом деле, вот мне... Прикольная штука. Вайн, ну, ладно, не будем сейчас ударяться в то, что я думаю про Вайн, но мне вот как-то... Это, знаешь, как вот сходить в горы, то есть вот начать ходить просто в горы. Хочется, все понимают, что это круто, активный отдых, но так вот лень это пользоваться, что-то вникает, то есть он крутой сервис, без преувеличения, но вот как-то им пользоваться, хрен его пойми. Поэтому лайк введен везде, также в твитдеке, в твиттер for Windows 10, и вообще, короче, на всех клиентах, которые поддерживают твиттер, так или иначе, но не на пиратских всяких, не на твиттер лераторе, хотя хрен его знает. И на твиттерифике, да. У них, возможно, уже давно такое было, мы же не знаем, мы же могли API-то как угодно извратить. Я тебе так скажу, у меня вот эта новость вышла, и у меня на телефоне только дня через три привалилась. Не сразу было. Я согласен, не сразу это было. Вот есть статья о том, что многие люди были все-таки с конфьюжен именно тем, что они поменяли на сердечко. Следующее, на Web Designer Depot. То есть, многие люди писали твиты о том, что, блин, ну, нам вообще пофигу, какая иконка, можно просто иконку дерьма сделать. Да, это Тобиас Ван Шнайдер, я сейчас вот вижу, кого ты цитируешь. Да, да. И, ну, просто некоторые, некоторые сочиняли смешные всякие вот эти вот стишочки переделанные, Twinkle, Twinkle, Little Star, how I wonder where you are. Twitter changed you to a hat. I don't think you are very smart. They are very smart. Да. То есть, как бы, может быть... Ну, а вы видите, в том суть, что не было официального пресс-релиза. То есть, вот кто читает блог Twitter, использователей Twitter? Я думаю, только мы. Никто, да. И вот, например, я не знаю, как ВК такие объявления делает, есть какое-нибудь всплывающее окно, типа, а теперь у нас вот, когда вот выпустили товары в пабликах, как-то это мы узнали, кроме как профильных лент? По-моему, тоже никак. Вот это проблема. Почему, вот, знаешь, заходишь к Крису Койру, у него сверху сразу реклама, его лоджи. Так, понимаешь? Почему не делать вот такие аннаунсменты? Заходишь на Twitter, и там сверху, внимание, мы сменили сердечки на, точнее, звездочки на сердечки. Я тебе больше скажу, они могли принудительно в каждую ленту сделать твит, как бы от Twitter. Ну, типа рекламный, да-да-да, согласен. И больше бы народу узнали, и вот всякий Эмили Белл, которым, наверное, за 70 лет уже, и какого хрена они твиттером пользуются, они бы не писали бы нам. Почему у тебя веб-дизайнер Дипо вообще по-другому выглядит? Я не знаю. Почему у меня это не твиты, а у тебя это твиты? У тебя, видимо, JavaScript отключен все-таки. Все-таки похоже. Они как-то круто так оформлены, что мне даже кажется, что все хорошо. То есть, видимо, если не подгрузилось, то вот оформлять как Дипо. То оно как блок-квоут делается. Да, вот, теперь у меня Эмили Белл, а там старуха какая-то. Так я тебе о чем и говорю. Но такой у нее verified account, то есть это известная старуха. Видимо, она какая-то журналист известный, потому что, видишь, опять же, миссандерстендинг у них полный. Ну, я согласен. Они взяли и заменили втихую. То есть, мы же раньше... Кто-то подразумевал, что фейворит это сохранить себе и потом прочитать и т.д. А лайк это просто отдать лайк чуваку тебе понравилось. Они для того и сделали лайк, чтобы больше людей лайкало. Потому что залайкать легче, чем зафейворитить. Зафейворитить это, грубо говоря, себя обязать потом посмотреть. А залайкать просто залайкать и все. Потому что я вот даже по себе, типа, говорю, я ничего не фейворитил никогда. Потому что, ну, я это использовал именно... Ну, то есть, не никогда, раз в месяц я фейворитил, чтобы реально... Вернулся к нам. Домой вернуться. С телефона я зафейворитил, а дома уже с компьютера посмотреть. А теперь я лайкаю. Они черти добились своего. Причем механизмы работают одинаково. Абсолютно. Они же даже API не сменили. Потому что на официальном в Twitter for Mac клиенте, я тебе так скажу, все еще звездочка. У-у-у. Ну, тут-то я знаю. Но когда ты делаешь... Тут-то все еще даже видео не показывается в Twitter. Тут не о чем вообще говорить. Ну, так когда ты жмешь здесь звездочку, добавляется сердечко. То есть, грубо говоря, опиха одна и та же. Понятно. Поэтому изменить... Они вот только... И тут, кстати, есть голосование. Я-то голосовал за сердечко. Ну... И я в сильном меньшинстве, я тебе скажу. Ну, ты в сильном, да. Потому что все хотят. И, опять же, это вопрос... Вот здесь очень хороший спор. Типа, это UX или против UI? Типа, UI что... Ну, блин, всем визуально понятно, что лайк это лайк, а UX это уже прошлый экспириенс, который мы просрали. Да, да. То есть, вот... Блин, как круто они этот опрос замутили. Веб-дизайне, в Японии зря свой хлеб дизайнерский едят с маслом. Ну да, я согласен. Прямо вот в нас те самые темы всколыхивают, которые волнуют. Ну, так вот, и на Wired, на Wired.com, естественно, ребята выложили презент... Ну, не презентацию, как бы описание экстеншена на Google Chrome, чтобы поставить и уже не париться про лайки, все заменится обратно на звездочки и можно будет так же жить, жать и думать про то, что... А я все-таки за Faire. Я все-таки... Да, да. Но мне вот интересно. Давай сейчас попробуем... Так. У них здесь на Wired и DJ есть статьи о том, что тоже плохо восприняли. То есть там, возможно, тоже подборка. Угу. Twitter Star, Twitter Favorite. Черт, и кайф. В общем, magic. Я хотел нажать, посмотреть, есть ли у них какие-то хоумпейджи этих экстеншенов, чтобы посмотреть, вдруг они для Safari сделаны. Ну, там сразу ссылки на Chrome магазин. Там сразу установить, да. То есть там вот... Ну, нам показывают, что все просто превращается из сердечек в звездочки. А чё вот это за галочка? Это, видимо, когда ты поставил Favorite, он у тебя типа за фейворитен. А может и я. Ну, нет, просто тут... Не, раньше желтая звездочка была. Да, да, я не знаю, чё за галочка. Может, тут ещё какие-то дополнения. Ты, подожди, давай дальше проскролим. Там вообще нам предлагают, если вы хотите, давай ещё дальше. Тут 4 разных экстеншена. Да, да, да. А какого хрена их 4 разных? Ну, ладно. А, нет, тут нету, да, никакой анимации? Или, ну-ка, а в комменты если... Он мне опять не подгрузился. Короче говоря, там можно заменять на какие-то ещё другие, типа, практически на другие. Вот, вот, смотри, можно на кружку пива заменять. Вот, сейчас я... Можно на... Сейчас я опять перезагружу, потому что Safari, он умный какой-то, он меня оберегает от встроенных твитов. Вот, да, видишь, на кружку пива, на молнию, на пукан бомбящий. Вот, это круто, на пукан бомбящий, я считаю, надо. Я залайкаю даже. Чёрт, да что ж такое-то, а? Ну, какого хрена? Я хочу анимацию видеть. Уроды. Ну, в общем, вот такая. Практически одной стройкой, но мы... Мы рассказали побольше. Следующая тема... Ой, следующая тема актуальность jQuery. Проверим. Давай-ка. Мы сейчас процитируем вам опиньен. Реплика практически. Реплика, ну, опиньен мнения, на самом деле, но мне хочется употребить термин реплика. Коди Линдля. Линдля. От 2 ноября 2015 года. Как-то он дерьмово зафотошопил jQuery, как-то так вырезал, как будто он не знает, что такое Refine Edge в фотошопе. Может быть, он специально эту обводочку добавил, но она выглядит так, как будто он с белого фона просто jQuery вырезал и не парил. А сзади это Ирландия какая-нибудь его любимая? Я не знаю. Возможно, это просто у него из окна вид, потому что как-то не очень обработанно выглядит, но или шир. Шир. Бэккенс. Понятно. jQuery, да, вот такое всё. Давай про нашу прелесть тогда. Что такое jQuery? Давай напомним для слушателей, которые под камнем где-то были. На самом деле, мы когда-то в этом году рассматривали такой топик в подкасте, что типа лучший фронтенд тулзы 2015 года. И там было сказано, что про jQuery в принципе чуть ли не 100% оброшенных в курсе. То есть там используют процентов 70, но процентов 100 точно знают, что это такое. Но мы тем не менее скажем, что это библиотека для JavaScript, причём здесь в конце будет сказано, что это самая используемая библиотека для JavaScript, а ни много ни мало, в которой абстрагирован DOM API. То есть, несмотря на то, что уже сейчас есть нативные методы, типа там getQuerySelectorsAll или там getElementsById, а здесь в jQuery более на ещё один уровень абстракции это поднято, и ты просто через функцию jQuery, у которой есть shorthand долларик, запрашиваешь любой селектор по его CSS-ному селектору, так скажем. Это первое, что, то есть это уровень абстракции вокруг дома и всех вообще манипуляций с домом. Кроме ентова, ентова. Так. Сглажены все разницы между имплементациями в разных браузерах, то есть в те времена, когда мы с тобой начинали, jQuery использовали, потому что getElementsById не работало там в восьмом е, а надо было, чтобы везде работало одинаково и написать только один раз, вот для этого тоже было. И фиксили всякие баги CSS-а в браузере, то есть там, где дисплей нон коряво работал, функция hide работала всегда. Мне кажется, знаешь, вот хотелось бы посмотреть, мне кажется, именно библиотеку jQuery это самая используемая библиотека для костылей. Ну, может быть, но это, допустим, что и а там PHP самый костыльный язык. Ну, да. То есть процент наверняка высок, но это ведь и не минус. Причем, jQuery самая популярная библиотека, самая используемая для костылей, но и самая часто оспариваемая библиотека, типа, а нужна ли нам jQuery? Что это за крики души постоянно доносятся, непонятно. То есть здесь есть простой пример, что вот функция jQuery, selector h2 equals one, то есть второй подзаголовок h2 можно скрыть вот всего лишь такой строкой. Вау. И, ну, мы как бы, да, мы с тобой это знаем, но можно вот так вот через query selector all из массива выбрать первый элемент, как вот здесь equals one, style, set property, display none. Ну, не, ну, это на самом деле еще то извращение, все это написать на JavaScript и познать. Да, здесь, естественно, об этом и говорится, что, а вот теперь посмотрите, какую вам удобнее прочитать, удобнее дебажить и вообще удобнее понять. То есть очевидно, что всегда можно писать и такое. Если вам нужно всего лишь две какие-нибудь манипуляции совершить, подключать jQuery это долго, там это 48 килобайт, а здесь вот можно вот так вот обойтись. но это все вопрос того, какого уровня у вас проект. Тут написано еще, всегда важно помнить, что jQuery это всего лишь JavaScript. То есть для многих людей, которые только начинают его изучать, все думают, что jQuery это язык такой, это прям jQuery. То есть в любом случае для его адекватного использования хорошо бы и сам JavaScript знать и понимать, как он вообще работает. Ну да. Ты будешь знать, что ты можешь не подключать jQuery, а просто написать один хайк. Да, к вопросу о костылях. То есть костыли, они не от того, что jQuery способствует костылям, а от того, что он такой распространенный, так много гайдов уже написано, и они уже все отсеошились по запросам всяким, как подвинуть там второй заголовок справа и скрыть его при наведении, клики там. Как закрепить меню сверху. Да, вот всякое такое. И все уже написано на jQuery, и люди уже просто реально думают, что без этого никак не будет работать. Так вот, здесь, собственно, две концептуальные колонны, на которых стоит jQuery. На двух китах, естественно, и плоская она. И на двух стульях. Да. Так вот, первое, это обращение к HTML элементу, а второе, это обращение с ним. В смысле, короче говоря, найти что-то, а потом сделать что-то. Видишь, find something, do something. Потому что на самом деле иногда мы прибегаем к jQuery только как раз для того, чтобы а вот выберите второй заголовок после третьего только в сайтбаре, только если пользователь зашел с такого-то телефона. То есть сам селектор нам jQuery позволяет написать очень так хитро. То есть мы практически человеческим языком ей объясняем, как вот нам надо, с какой стороны зайти, какой именно заголовок выбрать. Причем это будет меньше, чем в JavaScript. Естественно. Потому что write less, do more. Так ведь, ты прямо сейчас так сказал, хочется сразу пойти денег отдать в jQuery. Так вот, и второе, сделать с этим что-то, то есть непосредственно API, который там убрать, добавить после, добавить перед, обернуть, удалить и добавить вместо. Там бесконечное количество крутых методов, которыми можно это все делать. Кроме этого, естественно, jQuery добавляет крутой уровень абстракции вокруг синхронных HTTP-запросов или сокращенно, простите, Ajax, или AJAX, как мы привыкли говорить. До сих пор, ну, я неоднократно в разговорах у экрана говорил, есть даже кусок jQuery, в котором только AJAX-овская часть составлена, чтобы jQuery.post сразу использовать, отправлять, получать респонсы. Очень удобно. С помощью обычного JavaScript это делать так долго и хреново, что тут, по-моему, это консенс, что с помощью jQuery очень удобно AJAX-запросы отправлять и получать. Ну и про баги, но баги уже в меньшей степени, потому что уже все современные браузеры более или менее подтянулись к общей спецификации, но тем не менее. Так вот, как же jQuery вписывается в современный веб-девелопмент? А никак. Все, что вы можете сделать с jQuery, можно и без него сделать. Но нужно ли? Потому что в том смысле, что если вас, если ваш JavaScript, который вы напишите, ограничен 20 там строками кода, нет, не нужно. А если 100 строками кода, то, скорее всего, подключив jQuery, у вас эти 100 строк превратятся в 20. Опять же, строк вам просто удобнее будет их дебажить и с ними работать. Ну, мне просто интересно, как бы Фридман на это прореагировал. Вдруг это быстрее будет? Потому что jQuery качать или 100 строк все-таки 100 строк, наверное, меньше весит. Вопрос про разработчика. Нам сейчас в данном случае должны срать на потребителя. Нам важно, как нам удобнее было бы разрабатывать. Ну да, смотреть на это, конечно, приятнее на jQuery. И дебажить это стопудово приятнее. И даже не потому, даже вот вдруг вы такой гений, вот ты, наш лирический слушатель, гений, JavaScript евангелист. Так. И ты видишь прямо все, как Neo вот в таких вот строках. Query Selector All, там и так далее. А твои тиммейты не видят это так. Твои партнеры по команде привыкли гуглить, как закрепить меню. Твоя Trinity. Да, и приходится следовать за белым кроликом, то есть устанавливать jQuery и так далее. Отлично. Кстати говоря, здесь есть вот у нас в конце блок важных фактов про jQuery. В 2006 году, почти 100 лет назад уже было, 100, 10 лет назад было. 100 лет назад jQuery еще пользовались. Да. Самая популярная, самая используемая JavaScript библиотека. Все еще поддерживаются две версии. 1.11.3 все еще работает, которая поддерживает Internet Explorer 6.7.8 и 2, которая 2.1.4. Но мы с тобой неоднократно говорили, что когда выйдет jQuery 3 Alpha, там тоже будут две ветки под старый E и под новый E. Минифицированный jQuery 2 82 килобайта, а газикнутый всего 28. Вот тут был Фридмана, шишечка-то заколосилась. Всего 28 килобайт. Хотя у него, возможно, весь сайт столько весит, сколько тут одна jQuery же, я даже не знаю. Можно установить, естественно... У него шишечка столько весит, но у него, да, у него залысины уже такие в 30 лет, возможно, у него и там проблемы, в принципе, внизу. Через Bower и NPM можно все установить, есть своя собственная CDN-ка, удобная архитектура для построения jQuery плагинов, все прям такое гигантское комьюнити. Очень много просто готовых решений уже сделано на jQuery. Пишите в комментариях, смогли ли вы отказаться jQuery в своих проектах, только не лукавьте, говорите прямо, вот как есть. И, ну, здесь список вообще всех API'ов для jQuery. Аякс, атрибуты, колбэки, CSS, data, все не будем перечислять. Ну, такой вот Коди Линдли, молодец. А, это наш финальный вывод из всей этой истории. Коди Линдли, молодец, действительно. Шрифт, кстати, у него с засечками на имени. Ну, кстати, да. Потому что большой, легко, удобно читается, даже при наведении что-то текст, ну, ладно, не будем придираться, уже к ю... дизайн у нас уже блок закончился, теперь у нас блок Яндекс, я его назвал. Да, да, блок Яндекса, практически про Яндекс. Поговорим про Яндекс. Яндекс вернул ссылочное ранжирование, так нам пишет гениальный сайт zbub.com про SEO, который пишет. Да, это форум, и здесь нам это пишет Константин, глобальный модератор. Константин Хабенский. У него, кроме того, что он вот так вот, такой прекрасный лик у него, там с рукой чьей-то обрезанной на плече. У него карма 301. про уровень, у него там супер какие-то значки за отличный ролик. Поэтому он, я думаю, не врет. Он не врет, давай, Никита, скажи. Так вот, он не врет о том, что в Москве не так давно было очень жесткое, точнее, было отменено ссылочное ранжирование очень жестко, давно уже. В 2014 году. И оно было отменено из-за того, что все закупали ссылки, все профессиональные SEO-специалисты. Закупали кучу ссылок. Естественно, кто больше закупит, тот и будет в тренде. А это значит нечестная выдача, это значит из-за того, что забашляли денег, это значит вы на первом месте. Ну как бы, в общем, совсем не подходит под принципы Яндекса. Ну да, Яндекс-то хочет, чтобы им все-таки эти деньги шляли. А, потому что деньги-то шли, да, не туда. Потому что все деньги шли, получается, сервисом по продаже ссылок. Так вот, жестко, жестко закрыли в Москве самые деньги, самая такая тема. Для коммерческих запросов это важно. Для коммерческих, то есть самые деньги, опять же. Движимость, я думаю, какие-нибудь пары, рестораны, клубы. Вели пессимизирующие алгоритмы типа Минусинска, который мы обсуждали, и новый АГС. Я не знаю, как АГС расшифровывается, к сожалению. Автоматическая государственная служба. Служба, система, да. Возможно, Константин, глобальный модератор, бизнес-оценки 4. Тут еще бизнес-оценки какие-то есть, он стопроцентный бизнесмен. Отлично. Или 4100%. Ладно, не важно. Ну вот, теперь частично отключаю, подожди сейчас. Теперь в частичном отключении для ряда тематик нет никакой необходимости, поэтому ссылочное ранжирование по коммерческим запросам в Москве и регионе работает так же, как и до 2014 года. Его вернули, но все сайты, которые закупили, их уже вздрючили с помощью Минусинска и АГС. Ну да. А все остальные можно ранжировать, потому что их ссылки, скорее всего, нормальные. То есть они сейчас проредили и вернули. То есть это не то, что Яндекс прогноз, Яндекс все слил, как Путин, Новороссию. Он просто, они решили, что они зачистили всех основных злыдней, основных игроков черного рынка SEO. То есть можно заново делать сервисы по закупке ссылок? Хотя это сложно. Ну, WizardSafe, по-моему, все еще работает. Ну, скорее всего. Напишите в комментариях, если у вас сапа цветет и пахнет. Да, так скажем. Вообще, мне кажется, что ссылки закупают теперь просто более осторожно, с каких-то продвинутых бирж, статейным маркетингом больше занимаются, в соцсетях ссылки как-то закупают. Там же невозможно это проверить никак. А на самом деле, я даже не знаю, стоит такими секретами делиться или нет, но некоторые ссылки в Google+, которые много залайкили и расшарили, они фактически засчитываются как ссылки с Google. И этим можно очень нехило поднимать свои, так скажем, статьи и так далее. Поэтому лайкайте нас на Google+, пожалуйста. В общем, вот такая коротенькая для сегошничков. Давай дальше. Опять снова про Яндекс. Ну, блог про Яндекс. Брейкданс. Начать рекламу. Пристегнутый к Яндексу новый кинопоиск получил конкурент, а Google добавил ссылку на онлайн-кинотеатр в граф знаний с подробностями о фильме. Короче, немножко расскажу про то, что собственно случилось у Гугла сначала, да? То есть, Google сделали небольшую ссылку, хотя я проверил, не работает нифига, сейчас у тебя проверим. Короче, все же знают этот граф знаний, который справа появляется, когда мы вводим, допустим, какое-нибудь слово, допустим, которое есть в Википедии, которое есть там еще. Короче, у них несколько каких-то ресурсов. Да, у них несколько ресурсов. И они нам рекомендуют картинки сразу посмотреть, чтобы сразу понятно было, о чем речь. Вот. И на фильмы они сделали ссылочку. Такую беспалево, можно сказать. смотри, вот справа вы видите, там, где граф знаний, я даже вот так можно открыть, в принципе. Справа видите оценки, типа на кинопоиске, там 6,2 для этого фильма. Но сейчас это мало, у зеленого Соника это больше было бы. Да. И 8,5. И тут такая ссылочка, смотреть фильмы онлайн. А как называется партнер Google? tfilm.in? это сейчас важно. Они нифига не партнер, а скорее всего просто очень хорошо написали вот эту медиую штуку, что она словилась. Ага, то есть это не то, чтобы злой, умыться. то есть оно просто очень круто, чуваки просто круто все сделали, а они попали сюда. Просто хороший алгоритм. Да, просто хороший. Ты заедина на люме 19,91, вот у меня, нифига, я зашел, и как бы нет. Да, у меня тут что-то как кинопоиск. Не знаю, чё это значит. Подожди, есть вариант другой. У зеленого слоника купить, посмотреть? Тут тоже так и кинопоиск. А тут видишь, тут даже нету. Да, тут даже и, может быть, давай, давай спектр, давай бонд спектр. Но его еще нету онлайн. Давай бонд skyfall. Давай бонд skyfall. Skyfall, смотреть онлайн. Нет, сайт по привычке. Нет, тут тоже кинопоиск. Подожди, а бонд спектр, интересно, можно купить билеты сразу? А ты думаешь, что такой сниппет тоже у гугла есть? Инспектор есть, я сегодня ржал. Да, да, да. Можно купить. Ну вот. Я вот туда сходил. Ну вот, вот. То есть, как бы, значит, теперь смотри, вернемся к нашим баранам. К нашим баранам. Значит, гугл сделал такую хрень, а такая хрень, я думаю, сразу 100 тысяч просмотров сделал этому сайту беспаленному. Ну да, даже у редакции Роем Ру ссылка открытая. Да. Вот. На что? Как вот они именно этот фильм нашли? Тут есть примечание. У подключенного Google Кинотеатра сомнительный легальный статус, предположительно, выдача обогащена ссылкой автоматически. Нет, я не это. Вот здесь. Поймать встроенную в результате ссылку для более популярных фильмов читателю Роем Ру и редакции не удалось. Вот. Значит, после этого Яндекс сделал после этого или не после этого? Я что-то так и не понял. Тут написано затем. Да, то есть затем Яндекс сделал такую же хрень для кинопоиска для своего и давно пора бы. Причем, я скажу тебе там ссылка, а тут есть какой-то скрин, вот та же Lumis 1991, здесь есть ссылки на кинопоиск, но опять же, это не то, что купить, это как бы просто перейти. Я напоминаю, во-первых, здесь есть смотреть сразу о них, возможно, она тоже на кинопоиск ведет. Давай попробуем. Давай, тут нету у них сразу, черт, нет, на Google-то они сделали нам ссылку, Яндекс-то они походу кошмарят, Роем.ру. Вот так вот, у меня-то тема со Звездными войнами, все как надо. Так, Люми, я. Представляешь, как много после этой статьи на Роем.ру? Ну-ка, смотри, давай. Давай. Самое главное, что... А что, она выбралась просто? Ага, это я добавил смотреть, понял? Это просто... Это мы тупые, я понял. Кричевики добавить, на кинопоиск. Ну, во-первых, ссылка здесь не на... У них просто на кинопоиске же сразу просмотр на большом. Ааа. Мы не на бету попадаем, самое главное. О, дерьмо. Ну-ка, если я на бету сейчас попаду? На бету там Люми... О, надо выбрать, наверное. Давай попробуем. Я хочу просто, вдруг... Я один из тех людей, которым, может быть, понравился бета кинопоиск. Искать на Яндекс.Виде, нету кнопки просмотреть. Но, видимо... Ну, какой Люми? Ну, че мы? Давай все-таки Skyfall. Давай. Пишите в комментариях, как вам спектр. Мы без спойлеров. И инспектор, естественно. Ну, нет, это рейлер. Подожди, ниже, ты, может быть, не все ускролишь? Не-не, но всегда сразу должно быть not impressed кто-то написал. I do say. Ну, мне нравится, что, да, отзыв уже слабо было по-английски написать. Короче, окей. В общем, в общем, Яндекс здесь повторюши, хрюши. Ну, можете... Ой, я случайно следующую тему спалю. Вот нашим смотрителям. Вот. И, кстати говоря, тут немножко про деньги даже есть, что инвестиции в кинопоиск составили не менее 80 миллионов баксов, а на покупку проекта и до 50 миллионов рублей на подготовку новой версии. Ну, еще осваивают 50 миллионов, видимо. Не подготовились. Давай дальше немножко про Яндекс. Кроме того, что они повторюши, хрюши за гуглом, они еще делают такую фишку, которая вообще, мне кажется, должна у них бомбануть, хотя заголовок не очень громкий. Яндекс создает роботов-журналистов. Ну, тут должны сразу, также читайте, в Японии была зарегистрирована первая свадьба роботов. И, возможно, один из тех роботов, который уже не был журналистом. Мы же не знаем. Так вот, очень громко, слишком, и название, и, как бы, вот этот сниппет очень громкий. Яндекс решил помочь сотрудникам СМИ, причем бесплатно, созданием автоматизированной системы написания типовых новостных статей. Не окажется ли инициатива медвежьей услугой? Давай, короче, во-первых, оговоримся, что типовые статьи, это, как выясняется, всего лишь статьи трех типов. Один процент на телефоне у чувака, так что статью он не успеет написать. чувак выживает. Так вот, это статьи трех типов о погоде, о пробках и поисковой активности в сети. О погоде. Короче говоря, на самом деле, я уверен, что с помощью библиотеки, о которой мы недавно с тобой говорили, про Джей Куэрри, можно написать такую хрень, которая просто подставляет слова, рандомит, ну, не рандомит, она смотрит, какой там пол, какая цифра, какое чё. Как досовские программы, как сказку. Да-да-да, как сказку тебе сочиняет и делает тебе прогноз погоды. Такая хрень везде работает, в Сирии такая штука есть. В Сирии. В Сирии есть. Скоро. Вот. То есть, короче, это на самом деле повсеместно уже внедряется и Яндекс просто чё хочет. Я думаю, они хотят это сделать. То есть будет, допустим, для радио ведущих будет специально текст уже сделан, написан Яндексом бесплатно. Типа, сегодня там погода такая-то, вчеренский такая-такая-то. Вот. Какие-то будут графики для видео чуваков и какие-то будут так, для информагентств, ну, короче, какие-то ещё типа ленты с уведомлениями, чтобы вы могли сразу просматривать. Вот. То есть, чтобы чуваки сразу читали и при этом называли слово Яндекс. А вот как Яндекс нам сообщает, погода сегодня, а в проб, проб и сегодня. Понял, понял. Ссылаться, чтобы на Яндекс. Да, и как бы ссылочное ранжирование пошло к Яндексу. Ну, смотри, вообще, вот здесь Ася Милкумова, про которую я неоднократно уже слышал, потому что она пресс-секретарь компании Яндекс, она заявляет, что это будет Яндекс.Новости, новостной агрегатор, который собирает индексировать уже существующие новости, написанные живыми людьми в разных СМИ, в разных медиа. И то есть, он будет Франкенштейна некого делать из тех статей, которые уже написали другие люди, он будет их слеплять как-то. И Яндекс для медиа это создание нового контента по трем тегам. Представляешь, это как вот, это, кстати, подсказка для робких наших слушателей и зрителей. Не знаешь, о чем поговорить с девушкой, поговори с ней о погоде, о дорожных пробках и поисковых всплесках. И это свидание у тебя в кармане. Представляешь, да, про поисковые всплески, вот недавно искали. Слышишь, Яндекс сообщает, что девушки в основном ищут, а можно ли забеременеть, если там что-нибудь в рот. Да-да-да, что-нибудь, что-нибудь. Что-нибудь в рот, да. Вот, да, я согласен. Если один SBITX, вот как там тут пишет, в рот попадешь случайно тебе, то можно не только забеременеть. Можно не только, можно на всю жизнь работать на нелюбимую компанию. Короче говоря, я считаю, упоминания Яндекса они тем самым хотят повысить. Вот, именно с помощью этого сервиса, потому что бесплатно ничего никто не делает. Я уверен, что это с помощью этого будет дополнительная реклама Яндексу просто. Или они обкатывают на людях. И знаешь, люди будут использовать какие-то сниппеты, знаешь, они будут отслеживать, что Ctrl-C или Ctrl-V. И потом Яндекс будет такие новости уже подставлять нам, а мы уже даже не будем знать, что это роботные новости. Уже просто нам какой-то контент как медиум. Нам медиум сообщает Яндекс, сообщает, и там уже все. Нам подготовлены одинаковые тексты, унылые, скучные. Мы уже в матрицу все подключены, ходим в сером городе. Нет уже света там, ничего там. А теперь давай про свет, то есть про блок WordPress. Про WordPress, да. Пять. Мы начинаем с той темы, на которой закончили неделю назад. Помнишь, мы ее... Которую мы не раскрыли? Да, да. Которую ты сказал, давай вот мы покажем ее и оставим секретом, там, что, кого, как. Да, да, да. У нас даже в личку спрашивали. Да, даже спрашивали, я даже ответил. Пять лучших контакт-форм плагинов для WordPress. 2015 edition. 2015. Так. Это Not Impressed. Так вот, первый Pirate Form. Спрашиваешь, почему он здесь первый? Потому что мы находимся на блоге разработчиков Pirate Form. Отлично. Удобный плагин, в который вам позволяет с помощью шорт-кодов, виджетов или PHP-шных функций выкатывать простые контактные формы. когда вы их редактируете в админке, просто добавляете поля вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так. Короче говоря, выбираете, какие поля вам надо, добавляете и дефолтная стилизация, какая есть у ваших тем для инпутов и так далее, та и будет использоваться. Очень, можно, кстати, Recap, здесь включить. Очень удобно, если вам нужно вообще самое простое решение. Вы активировали плагин и сделали быстро форму, шорт-код кинули, все. Собираете инфу. Я вот уже вижу, что на втором месте не форм 7 нифига. На форм 7 на пятом месте, я тебе забегаю вперед, скажу. Это конкуренты, похоже. Здесь даже нету, так скажем, что хорошее, что плохое. Здесь дружба побеждает, на первую Pirate Forms. Понятно, Pirate Forms, окей. Ninja Forms очень типа фичер богатый плагин. Ну, то есть реально для НИС. Да, потому что здесь даже drag and drop есть. Можно выбирать IHR-ки, разделители текстовые или горизонтальные. Юзер информацию запрашивать уже предустановленные. Адрес 1, адрес 2 накидал сразу типа этого форму для отсылки там писем, бандероли. Ну, и удобно. Даже есть вон превью сразу автоматически. На какие почты отправить. Блин, очень богатый богатая форма, богатый плагин. А это случайно не от VU плагин? Не знаю. Сейчас давай посмотрим на разработчиков в официальной плагинной директории. VP Ninja. Нет, это какие-то отдельные. И это причем единственный их плагин. Понятно, вылезали вообще максимально. Но я согласен, что человечек похож на Челобурик, я бы даже сказал. Похож на VU Челобурика. Удобное решение, если вам надо дохрена кастомизировать всего такого, и прям вы хотите крутой пейдж-билдер, форм-билдер, если угодно. Здесь есть тоже типа капча. Можно сразу же с MailChimp проинтегрировать. Круто. Разные имейл-нотификации для разных пользователей. Типа, спасибо, ваше отправлено. Можно на отдельную почту отправить. Типа, там, ну, короче говоря, уведомите и себя, и пользователя. Я вот заговорился, а здесь заготовлено для меня прям круто. Ну, прям ниндзя. Видишь, если нужен Advanced Web Form Functionality, все круто. Jetpack. У Jetpack тоже, между прочим, есть контактная форма. Кстати, смотрите наш обзор на Jetpack, ссылка здесь где-нибудь появится, в описании тоже будет. Говно, Jetpack-овские формы, на самом деле. Зато в один клик поди работают. Зато есть прям кнопка ADD контакт форм, прям в пост или в страницу. Не надо где-то в отдельном месте ее делать, копировать шорт-код, вставлять куда вам надо. Сразу, где вам надо, есть кнопка ADD контакт форм. Здесь, ух ты, блин, мне тут предлагают подписаться. Вот такой вот билдер. Имя, имейл, веб-сайт, можно добавить какие-то разные поля и так далее. Выглядит тоже, в зависимости от того, какая у вас тема, так у вас это и будет выглядеть. Fast Secure Контакт Форм. Есть вот такая даже штуковина. Очень похожа на первый вариант, на Pirate Forms. Какая-то из 90-х. Ну, да, согласен, тенька, скевоморфный такой этот конвертик, но, то есть, видишь, тоже поля, стили, лейблы. Тем не менее, кто-то пользуется. Они пишут, причем даже посмотрите обязательно, потому что прям супер прикольно. И тут написано, если вам нужно, чтобы, как ваша форма работала и какая security, видишь, здесь какая-то, видимо, козырная капча, я не знаю, то есть, ньюслеттер, шедулер здесь есть, еще и advanced security, то есть, не взломает такую форму, тоже шорт-кодами встраивается, на самом деле. И наш любимый контакт Forms 7 только на пятом месте. А, несмотря на то, что по количеству активированных установок, как там сейчас Active Installs, главная метрика плагинов, он абсолютный лидер, там, миллион активных установок, даром, что как-то automatic, по-моему, с ним связано. Единственная фича, которая, киллер фича у него, можно HTML-разметку контролировать. То есть, вы можете оборачивать в пэшки, в бэрки, в хренерки, все как вам удобно. Это, кстати, и главный плюс, собственно. Я и говорю, то есть, это киллер фича в данном случае. Если вам нужна HTML-структура, вы верстаете там по фаундейшнам, какому-нибудь или бутстрепу, то только здесь вы можете навесить свои классы, которые вам надо от прототипа. И я думаю, для большинства людей именно это и является, так скажем, той причиной, по которой выбирают Contact Form 7. Кстати, выбор редакции YouWebDesign. Шуток. А он у нас был и выбором редакции вот в видео про 10 лучших плагинов. Да, согласен. И там был. И даже в теме One, на которой сейчас работает YouWebDesign.ru, Contact Form 7 является рекомендуемым плагином. Если вы хотите использовать встроенную в тему функционал с формами, они работают через Contact Form 7. Такое чувство, что они нам деньги занесли. Я, кстати, знаешь, что узнал? Что реферальная ссылка по темам нам денег дадут, только если пользователь не был зарегистрирован, то есть он и зарегистрируется, и купит тему. То есть фактически это бесперспективный бред их рекламировать, потому что вот все те там, сколько мы получили рефералок, 6-7 человек, 8, они вот были не за регионом, и зашли. А так-то кликов очень много, очень много кто заходит, и мы, похоже, в THB Themes впустую бабки сливаем, понятно, а нам-то ничего за это не идет, потому что они не реагируются. Только для вновь зарегистрированных пользователей нам идут деньги. Ну, отлично. Это так, просто чтобы вы знали, что это не реклама ни хрена, это просто теперь уже, это просто мы пользуемся и вам рассказываем. Block Quotes, плагин, Better Block Quotes, который позволяет вам при нажатии на вот в Vizivig редакторе на цитатку добавить не просто элемент Block Quote, а еще и Citation и Citation Link. Если вы знаете, есть такой HTML5-тег City, и в нем типа надо автора указывать. Внутри Block Quote есть City. Так, да-да-да-да. И у него автора указывает, то есть вот, Devin Saves. У него еще и Link есть. Да, и можно и Link указывать, то есть прям более такие аксессиво-блок Quote, и они семантически правильные. То есть есть не просто цитата, а есть еще и автор, и ссылка на автора, если вдруг надо. Вот такой вот плагин, и Джефф нас даже спрашивает, типа, пишите в комментариях, если хотите, чтобы этот плагин вошел в ядро. Я считаю, что прям достойно. Он настолько минималистичный и простой, что прям я считаю очень хорошим будет дополнением. Но важно понять, что работает только если этот цитат еще не начал писать. То есть обычно Block Quote как работает? Написал текст, вот так выделил, нажал блок-код, он тебе его обернул. Здесь так не будет. Здесь надо сначала нажать, потом написать и вот тот, и тот. Ну, мне кажется, если ты не сначала нажмешь, а выделишь, он просто, просто обернем в блок-код, будет дефолтное поведение, я имею в виду. Не будет такого, что ты жмешь, и JavaScript отключен. Хотя хотелось бы, я не проверял, честно сказать. Так, дальше. Just3 Digital публикует WordPress Time Machine. Вау. Они сделали вот такой сайтик, WP History, в котором ты можешь посмотреть, как выглядела дефолтная темка и дашборд определенной версии WordPress. Вот так выглядела дефолтная темка. Почему он слева меня открыл? Сюда совсем плохо выглядел. Да, как-то прям не очень. Вот так админка выглядела. Просто досвидос, да? Очень напоминает твою самописную CMS на Ruby или на Python. Да, то есть она, блин, подожди, окей. Посмотрите, курсор в виде крестика. А, подожди, окей, вправо-влево не можем, да? Нет, да тут и тут тоже нет. Ну, слушай, то есть... WordPress 3.3, я прям помню. Здесь можно практически каждую версию посмотреть. Тут 2010 еще дефолтная тема тогда была. Просто жесть. Мы откуда помним? Мы с какого? С 3.0 помним? Ну, с третьей. С какой-то из мажорных версий троечки. Да, да, это я помню уже, забыло. Да, это было. И вот этот админ-бар я еще помню. Он еще на друпал здесь похож. На дашборд уже напоминал тот, какой есть. И вот это я помню, этот дашборд. То есть он прям... В общем, здесь можно поностальгировать любителям WordPress. Да, да. И напишите, какая ваша любимая версия WordPress. Конечно, 4.0. Да, скорее всего, в которой там... Между прочим, не так-то и много релизов было в год раньше. Сейчас побольше. Сейчас по 3 релиза в год стабильно делают. Да, 4.4 будет в декабре, тоже будет в 2015. Но сейчас дашборд уже весь такой... Черт, не тот нашел. Он уже сейчас весь уже начиная с 3.8, кажется, да? С 3.8. Крутой дашборд появился вот этот вот. Плоский. Да, начиная с 3.8. 3.7 еще был старый. Причем с помощью сайта можно узнать много музыкантов, которые исполняют джаз. Если вы знаете, что название у новой версии, у каждой новой версии это какой-нибудь джазист. Блюзист еще, или блюзист какой-нибудь, да. Окей. Хочется задиггать сразу. Это что, Яндекс? Не-не-не. это Y, это Hacker News, понял? Это Hacker News, скорее всего. Y-комбинатор какой-то. Так, окей. Ладно, не будем сейчас вникать, а то много нового для всего зная. Jetpack 3.8 обновился. Кстати, смотрите наш обзор на Jetpack. Угу. Я так понимаю, это у нас заключительное. Предзаключительное. Есть еще Create Beautiful. Или что это? А, нет, это нет. Такой заключительное у нас уже нет. Кстати, смотри, JavaScript нет, и скриншотик маленький. На самом деле, здесь при загрузке страницы у нас такого маленького в большой открывается. Вот так. Так, ну давай, что там? Так вот, Jetpack 3.8 обновился, и в него добавили Google+, бэджи. То есть, около пользователя есть бэджик, типа, я на Google+, кроме этого, добавили коды, этого, шорт-коды Twitch.tv встраивать, трансляции прямые. Прямо видос быстро? Да, да, ну тут как бы, ну, iFrame твичовский. Ага, понятно. То есть, просто как Хачевский. А, кстати, смотри, это из разных организаций. Google это Google, а Twitch это Amazon. И чё? А Jetpack это Jetpack Google? я имею в виду, вдруг, если деньги заносили, то заносили бы на одно, на чё-то. Ну, не тут сразу двое занесли деньги. Ну да, то есть, в новом релизе, типа, вы сделаете нам? Нет, я думаю, что Twitch, они занесли деньги в OEMBED. То есть, в эту вот стандартизацию, которую, там, которую и использует Jetpack. А Jetpack просто обновил версию OEMBED и там Twitch появился. То есть, они просто JavaScript в библиотечку обновили и всё. И пофиксили поведение чекбокса. Раньше можно было только один чекбокс в контактной форме, о котором мы уже сегодня говорили добавлять, сейчас можно несколько. Супер. Ну, то есть, я не знаю, до этого, как бы, как оно работало, но вот теперь пофиксили и вот так вот есть. Ну, прикольно. Закончились темы на сегодня у нас с тобой. По-моему, отлично. Россия заключилась с Египтом соглашение на поставку шести самолётов МС-21. Ты мне хочешь спросить, что я думаю по поводу обоинки? Да, вот мне интересно, как ты думаешь, сколько метров над уровнем моря мы находимся? Причём, именно мы в Челябинске обойками не имеем. Подожди, ты мне хочешь сказать, что вот это облака, да? Вот, ну, мне это кажется. И мне тогда интересно, откуда снимали? Откуда вот здесь вот листочки справа у нас торчат? То есть, что-то высокое? Предположим, мы... Может, это снег? Нет, вряд ли. Предположим, мы находимся на трёх тысячах метрах, а горы здесь пятитысячные. Но на трёх тысячах ещё растут деревца. То есть, ты находишься на одной из сопок, так скажем. А, ну да, да. На одной из вершин. И фотографируешь другие вершины, а под тобой облака, и там на самом деле какой-нибудь болотистый мир, планета Дагоба. Не, ну на самом деле круто, потому что, типа, это нам показывает, что есть ещё другая реальность, которая выше облаков. Что другие не видят? Я хочу пытаюсь как-то к нашим сегодняшним темам это привязать не могу. А к нашим сегодняшним темам Путин, 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 Путин. Да, это, понимаешь, вот этот мир над облаками, он как руттрекер, он не всем теперь будет виден. Понимаешь? Путин, Путин. Согласен. Да, подписывайтесь... Не подписывайтесь. Я хотел рассказать, что, как вы заметили, у нас... Кто дослушал, тот молодец, у нас много интересного в самом конце. Во-первых, кто заметил, что демо-мод надписи больше нет, вы все правильно поняли, мы насобирали такие денег. Я даже отчитаюсь, мы насобирали 4 900 на Яндексе и еще 2 500 на PayPal. 2 300, если быть честно. Сколько мы их хотели? Сколько мы их хотели? Практически один в один. Но, но, вы же сами понимаете, что если вы хотите, чтобы наш проект и дальше цвел, и пах, нам хватало денег на новые микрофоны, студии, камеры GoPro и ковер на фон, нам обязательно нужны все ваши средства, которые вы можете нам пожертвовать, просто потому, что мы классные ребята. Возьмите папину кредитку. Да, украдите папину кредитку и отправьте нам ее номер и код безопасности. Пожалуйста. На worksobakaeobesign.ru То есть, да, если вы хотите нас отблагодарить, спасибо всем и каждому, в том числе, я хочу вспомнить, ты хочешь поименно зал славы. Я хочу вспомнить имя человека, который занес нам больше всего. Я даже это сделаю, пока ты нам расскажешь, что мы есть в соцсетях и сделали канал в Телеграме. Мы есть в соцсетях, сделали канал в Телеграме, на самом деле, канал в Телеграме, кроме того, кроме того чатика, который у нас есть, и кроме того, что там происходит, и как его реально читать или нереально, есть просто канал, в котором только новости сухие. И в нем не надо читать кучу диалогов каких-то непонятных, кто хочет, кстати, общения, вот как раз Телеграм, чатик, это самая тема, и Твиттер подписывайтесь, там уже 700 фолловеров, и Гугл Плюс, уже 703, уже 703. Сердечки активно стали ставить. Ё-моё, что творят, а? Ну, естественно, на паблик подписывайтесь, на всё-всё-всё. Да, ребят, кому не впадло, кто сидит на Гугл Плюсе, лайкайте и репостите. У нас ссылки будут от этого появляться. Я не буду лукавить и просто говорить, если вам нравится контент, там что-нибудь там, плюсик. Прям вот, если вам не сложно, то делайте. Отдельное спасибо мы хотим сказать Давиду Мартиросяну, который нам 20 баксов заслал через PayPal. Красавец. Он, может быть, хотел рублей, но ошибся. Может быть. И самое, что паскудное, PayPal забрал доллар и 20 центов комиссии за это. Блин, я хотел себе приложение купить, Angry Birds ходил с ним. Да, вот ровно этого ты не хотела. Так что, спасибо вам большое. Мы будем продолжать делать для вас качественный контент. 50, какой сегодня? Ну, как качественный, такой же, как вот сегодня. Такой же, как сегодня, без демо-мода хотя бы. 57 выпуск подходит к концу и удачного вам всем дня. Пока. Пока.